чуть пониже опустим прикольно я не нашел петли всем привет этот эфир будет посвящен ответам на ваши вопросы друзья у нас сегодня проходит последний день нашего марафон чека для новичков и к завершению марафона по моему остались одни новички сегодня у нас занятие без темы мы отвечаем на вопросы мы будем скорее всего отвечать на вопросы которые нам пишут в зуме им приоритет однозначно если там вопросы закончатся то и заодно ответим на то что на вопросы которые будут в инстаграме так давайте прокрутим я еще помню что во время обучения было два вопроса личного характера на которые я пообещал ответить сегодня воскресенье если у нас будет на это время давайте по сегодняшним вопросам так если в атоме мужской парфюм я ответил что парфюма у нас в атоме вообще нет то что парфюм добавлять скорее всего не будут так как это совершенно другая категория товаров и парфюм в большом ассортименте доступен для заказов на азамоле нам к сожалению пока не доступно но я думаю скоро уже будет доставка по всему миру сможем заказывать так вопрос от лидии владимир вопрос на засыпку с какого возраста можно принимать сок нони и можно ли беременным и кормящим и прополис спрей с какого возраста можно делать но прополис спрей думаю мика может хорошо ответить я даю дочь для профилактики потому что в садике это такая среда где много бактерий вирусов вот если уже заболела то снова да каждые два часа пушикаю когда у нее есть такие симптомы как кашель сопли но многие наши партнеры тоже писали что помогает даже если прополис спрей нельзя в нос брызгать только в горло в ротовую полость но есть партнеры которые наливали спрей в другую баночку бутылочку такую маленькую дозатор и разбавляли с водой и потом в нос брызгали и говорят прям у нас мы прополис это все замечательно флоп но вопрос какого возраста можно а не как ну я думаю с двух лет мы по моему вот как прополис вышел полтора года тогда было дочи мы начали брызгать просто она сама захотела попробовать и ей очень нравился когда я была полтора года у нее есть сладковатый привкус так по поводу сока нони по поводу сока нони я думаю то что во первых сама компания не может дать рекомендацию то что можно детям то что можно беременным и кормящим потому что чтобы давать такие рекомендации на продукте это должен быть специализированный продукт то есть корей так устроено если детям можно то должна быть пометка детская для детей там все делается отдельно но чисто моя точка зрения это ферментированный сок без добавления каких-либо химикатов и на свое усмотрение исходя из здравого смысла и логики можно пить так как вы считаете нужным это по сути так же как и не совсем то же самое но примерно если задать вопрос можно ли с какого возраста можно морковный сок давать там или свекольный сок то есть этот натуральный продукт он ферментированный но это натуральный продукт в котором нет никаких добавок но опять-таки рекомендацию такую вам официальную никто не даст то что детям и беременным можно что касается беременным беременные вообще очень осторожно нужно подходить к беременным всегда всегда консультироваться с врачом показать то что в этом соке очень много минералов и если беременной женщине можно киви помидоры и лимона поглощать в большом количестве то и сок но не можно будет вот еще меня спрашивали появится ли посуда на российском сайте ну я думаю что нет ну может быть и появится по аналогии с порошком я сделала пример то что почему рассыпчатый порошок кондиционер убрали с продажи на российском сайте потому что он тяжелый а россия это такая страна необъятная да и туда ну дорого доставлять такие тяжелые товары как порошок и как наверное наши кастрюли наши кастрюли из медицинской стали довольно таки тяжелые и вот не знаю насколько их они будут на российском сайте хотя на канадском сайте например они есть на американском тоже есть кастрюля волк но вполне возможно и появится но я почему-то думаю что нет давайте еще поговорим о новинках в ноябре нам атоми русс компания обещала да что появятся витамины и косметика но потом нам сказали оговорку что к сожалению сертификация на все витамины еще не получено весной получит поэтому в ноябре выходит но многие линии косметики уходовый мужской набор обновленный мужское средство все в одном наборы а набор от прыщей обновится детский набор выйдет не выйдет кажется да тоже так как это косметика а весной следующего года уже будут такие витамины как сафора королевская мужские женские витамины все детское сказали вроде следующем году с детскими товарами да тоже сертификацию нужно дольше ждать так по какому адресу находится отце в алматы вопрос от софи алматы много центров и наши структуры у на сколько раз два три четыре фактически пять центров есть пятый центр по моему еще не добавили но должны скорее всего какой то да подожди нет пять есть шесть семь фактически восемь центров есть даже девять семь из них уже официально на сайт добавлены а два должны еще добавить центров много вы можете посмотреть в поиске если зайти на официальный сайт там есть такая рубрика на главной странице образовательный центр можете туда нажать и там есть поиск в поиске наберете алматы и в алматы центры у которых есть приставка арман все наши есть несколько центров без этой приставки да по моему алина тоже один из наших первых центров в общем центров у нас много поэтому по центру вы можете отдельно еще написать вашему спонсору чтобы он может быть подсказал который будет ближе к вам и который возможно будет больше заинтересован вашему росте так здравствуйте в декабре и первой половине января заказы можно делать на атоме ру или раз доставки нет то и заказы не принимают заказа делать можно просто отгрузки не будет в декабре начиная седьмого числа и и если вы сделаете получать седьмого декабря начинает будете делать заказы их будет отгружать только тогда когда восстановится отгрузка это будет скорее всего второй половине января по аналогии с прошлым годом следующий вопрос мика прочтешь какой бат стоит принимать для снижения стресса я нашла просок но не может еще что-то но большое лицо но это мы вчера мы говорили да на обучение об этом то что хорошие хорошие витамины от стресса это комплекс витаминов b они идут они успокаивают нервную систему справляются с паническими атаками и у многих именно этих витаминов группы b организм недостаток выявляется с помощью анализов поэтому нет вопросов поэтому этот листаю инстаграм спирулина еще нервную успокаивать нужно там тоже есть спирулини витамины группы b но я еще думаю то что вишневое желе тут должно помочь потому что вишневое желе вырабатывает гормон счастья да соответственно если есть счастье то нет стресса и физические упражнения бы сюда посоветовал подключить потому что так же во время физических упражнений нас вырабатывается гормон счастье плюс ахим ахим также пишут то что он хорошо помогает защищает от стресса много об этом слышал в корее так на вопрос от натальи меня спросили посоветовать что можно взять в атоме у девушки после акне появились рубцы что можно предложить для выравнивания такая же проблема у меня акне иногда продолжает приходить в гости очень неприятно убедитесь что у этой девушки акне больше нет то есть не появляется тогда можно порекомендовать набор который вот в ноябре должен выйти набор цико называется он на центеле азиатской получается на центеле азиатской цико набор он хорошо успокаивает кожу проблемную кожу но если все еще появляются прыщи то это акне набор есть набор на российском сайте тоже очень хороший травяной есть акне эксперт на корейском сайте который тоже скоро появится на сайте atomi.ru так я тут быстро отвлекусь вопрос в инстаграме не слышали ничего по открытию атоме в украине оно планируется но никаких сроков конкретных пока нет ну мы надеемся что в следующем году но ничего сказать точно не можем потому что ничего точного еще не было а мне кажется про вот эти вот рубцы вопрос именно может ли что-нибудь помочь заживить их есть у нас что-нибудь такое ну вот набор цико цико может помочь круто успокаивает и обновляет кожу ну плюс еще конечно же четырехступенчатое очищение тоже обновление там еще нужно наверное посмотреть какие глубокие рубцы потому что если совсем глубокие то навряд ли косметика тут поможет в заживлении так ну ладно давайте дальше если партнер просто покупатель и на каком-то этапе у него закроются бинарные шаги и например этот партнер не хочет оформлять ип что может быть с его выплатами если он ип открывать не будет если он не гражданин россии то ничего с его выплатами не будет то есть для того чтобы получить деньги для казахстанцев кыргызстанцев необходимо открыть ип возможно в будущем что-то может измениться но в любом случае так как мы сейчас относимся к российскому филиалу а когда будут открываться казахстанские и кыргызстанские филиалы будет ввести перевод базы данных и все равно нужно будет если вы хотите получить те деньги которые вам начислили пока вы относились к российскому филиалу вам необходимо верифицироваться для верификации в Казахстане и в Кыргызстане нужны ИП. Если вы россиянин, то вы можете через НПД, через самозанятость оформить верификацию в Атоме и получить свои деньги. Так, здесь вопрос. 7 декабря и до 15 января поставок не будет. В РФ пишут. Там есть график, вы можете посмотреть. Сайт atomi.ru прям сразу выйдет объявление о новогодней доставке. Там не сразу так, что прям 7 декабря вообще доставки нет. Там есть регионы, в которых доставка будет проводиться, которые находятся близко к Москве и к Новосибирску. И в разные регионы России по расписанию они начинают отключаться. То есть доставка перестает действовать по определенному расписанию. Кто хочет закупиться новогодними подарками, это нужно делать сейчас, чтобы получить скорее. По России это от трех дней до недели занимает, а в Казахстан, Кыргызстан уже мы ждем две недели и больше. Вот вопрос интересный. А где можно изучить инфо о производственном процессе? Например, гранатовое желе. Гранаты из Турции поставляют скорее для дальнейшего производства, или в Турции тоже есть производственные заводы партнера Атоми. В Турции производства нет. Сбор. Да, о производстве того или иного продукта можно узнать на официальном сайте. Если вы зайдете на корейский сайт, нажмете на гранатовое желе, то там есть в описании. Да, как я говорила вчера, это описание все нужно переводить через Google Переводчик. Да. Браузер, они переводят, к сожалению, потому что все сайты Атоми устроены так, что описание идет в картинках. А браузер, переводчик браузер этого не понимает, и нужно вот каждый отдельный фрагмент, скриншот, да, фотографировать и отправлять как картинку в Google Переводчик. Тогда будет, ну, сносный перевод. Лучше, чем, да, ничего. В общем, здесь нужно самостоятельно разбираться. В основном все, что на корейском сайте есть, произведено в Корее. Исключение могут составлять только несколько продуктов, как черный перец, возможно, колготки, там, какие-то, еще что-то. Ну, определенные такие единицы, небольшое количество. Все витамины БАДы и вся косметика в Корее производится. А вопрос, подскажите, почему на российском сайте на БАДах нет знака GMP? Смотрите, сертификация GMP, она присутствует. То есть, у завода Colmar есть сертификат GMP, соответственно, та продукция, которую выпускает Colmar, она может быть с этим сертификатом идти. Этот сертификат котируется в Штатах, он котируется в Корее. А в России органы, как называется, не санэпидемнадзор. В общем, в России GMP не котируется, и он необязателен. И поэтому поначалу то, что первые партии HimoHimo, которые завозились, они были с теми коробками, где нет сертификата GMP. Но производство HimoHimo, оно все на одном и том же заводе. После большого количества жалоб, то, что вот, почему нет сертификата, были у людей разные подозрения, перевыпустили коробки, теперь они идут с этим сертификатом GMP, то есть по требованию. Просто, допустим, в США необходимо было, чтобы был этот сертификат, иначе бы продукцию не пускали на рынок. А в России такого требования нет. И я так понимаю, то, что изначально не придали этому большого значения. Потому что не все знают, что такое GMP в России. Так. Да, давайте теперь из Zoom. Здравствуйте. Можно кальций принимать при лактации? Ну, вообще, во время беременности, во время кормления у женщины идет недостаток многих витаминов, минералов, и это нужно прям, да, посоветоваться с врачом, спросить, чего не хватает, и, может быть, даже дать анализы, чтобы быть уверенным, что можно принимать, что нельзя. Мне вот подсказывает Роспотребнадзор, да. Так. Был еще вопрос в Инстаграме, в чем разница между старым и новым лютеином. Такого понятия, как старый новый лютеин, нет. Лютеин на корейском сайте, он не обновлялся, он как был, так и есть. Возможно, вы имеете в виду новый препарат, который для здоровья глаз, лозантин, который называется. Там есть в составе у него лютеин и другие полезные вещества. Он больше... Литеин, зиаксантин, астаксантин, витамина и цинк. Прямо выучила. Ну, вчера. То есть, лозантин это больше как комплекс витаминов для глаз. А лютеин это лютеин. Там он не голый лютеин, там тоже есть микроэлементы для его лучшего усваивания. Вот. Он дороже идет в два раза. И, соответственно, нужно изучить. Там лютеина, скорее всего, меньше, да, чем в самом лютеине. Надо поизучать. Не помню, сколько там содержания, чего. Так. Давайте дальше. У вас в практике были случаи возврата товаров? Насколько это реально длительный процесс? Ой. На... Что касается заказов с российского сайта, это не такой простой процесс, потому что логистика с российского сайта не такая быстрая. Но возврат возможен. Единственная здесь проблема, то, что, чтобы вернуть возврат, там есть много условий, то, что должна быть сохранена заводская упаковка. По-моему, там даже просят, чтобы товар не был вскрыт. И нужно в кричайшие сроки отправить. И нужно оплатить доставку до склада. То есть там достаточно длительная процедура. Мы еще с таким не сталкивались, чтобы кто-то захотел что-то вернуть. Были только вопросы. Вопрос с Инстаграма. Почему детской Омеги нет на российском сайте? Ну, потому что еще не сертифицировали. Это не такой быстрый процесс, как может показаться. Но это может уйти и полгода, и год. Но в следующем году уже обещают. Когда планируется открытие склада в Казахстане? В следующем году ждем? Скорее всего, в середине. В следующем году планируется, скорее всего, после открытия Новой Зеландии будут Казахстан открывать. То есть там Турцию должна открыть, Новую Зеландию, а потом Казахстан. Скорее всего, до Великобритании. Когда на российском сайте появится спирулина, ну, должна появиться. Мы ждем, сами надеемся. Никто этого не знает. Нас заранее тоже никто не предупреждает. Тут сложно предугадать, но мы знаем то, что на российском сайте должно быть поступление продукции в течение ближайшего месяца. А когда, точно мы не знаем. Разумно теперь. Так, скажите, пожалуйста, как отвечали вы в начале своей карьеры на вопрос, почему все так дорого? Ну, я всегда задавал встреч на вопрос, а дорого ли? И пытался разобраться, почему человек считает, что дорого, что ему конкретно дорого и почему это дорого. Да, еще такой частый момент, что у нас, например, коробка зубных щеток, да, там сразу 8 штук идет. И человек, который не знает, сколько там штук, он может, ну, подумать, что дорого, да. А если поизучать этот вопрос, объяснить человек, что одна щеточка стоит 1 доллар всего, то это совсем дешево, я бы сказала, да, такое качество. Да. И также, ну, когда носки заказываешь, маечки, трусики, там тоже их по несколько штук идет, вот с колгота капроновых, например, 7 пар упаковки. Вообще, по сути, продукция у нас, она недорогая. Это, ну, на самом деле так, цены адекватные абсолютно. И многие товары, если сравнивать с рыночными ценами, они гораздо ниже. Вот те же зубные щетки, если взять любую импортную зубную щетку, более-менее нормального качества, она будет дороже. Причем, возможно, гораздо дороже. Если взять наш кофе 3 в 1, то тоже, ну, в магазине вы не найдете поштучно, чтобы продавали кофе, чтобы он был дешевле. У нас стоимость тика, сколько там выходит? 60. 60 тенге, 12 рублей, да, где-то? 10 рублей. Да, по сути, 10 рублей 1 стик, а у нас тут в магазинах продают почти в 2 раза дороже кофе, причем, ну, оно гораздо хуже. Но сложно объяснять все человеку, и слишком многое мы, я людям не говорил, когда они говорили, ой, дорого. я пытался понять, то есть, человеку на самом деле дорого, либо это заблуждение, либо это отмазка, чтобы просто как-то отмахнуться от нас. Потому что если есть какое-то убеждение, что что-то для него на самом деле дорого, то я соглашался с этим, ну, значит, для него это дорого. То есть, дорого – это такая относительная, да, позиция. Если для человека все дорого, то я ему говорил то, что, ну, наверное, у тебя нет никаких просто причин, чтобы тогда не работать в атоме. Если для тебя здесь все дорого, то, ну, сложно уровень жизни назвать тогда, ну, высокий, или даже средний. Скорее всего, уровень жизни ниже среднего, если человек ничего в атоме для себя не может позволить. В общем, здесь нужно пообщаться, рассмотреть, понять, почему человек считает, что дорого. И чаще всего люди делают преждевременные выводы. Но также, возможно, люди привыкли покупать продукцию более низкого класса. Потому что у нас на рынке много всякого разного. Если взять корейский рынок, вот если Корею взять, то наша продукция дешевая. Потому что в Корее найти дешевле очень сложно. Вот то, что у нас продается, примерно, ну, шампунь, или тряпка, или там перчатки для кухни. Любой продукт. Очень сложно найти в Корее дешевле. Поэтому, если вы посмотрите ролики, выступления корейских лидеров, они часто говорят, что наша продукция хорошая и дешевая. Бизнес суперлегкий. Типа, к чему все вопросы. Так. Сколько маек мужских в Буковке? Три, да? Да, три. И женских тоже по три. Майки классные. Кстати, надо заказать. Да, я тоже приготовила список, что у меня закончилось. Средство для мытья посуды. Классное. Мне очень приятно пахнет и концентрированное. Да, надолго его хватает. Мы так посчитали, где-то на год нам хватило. Бутыля. И я еще хочу тени себе заказать. О, у нас тут уже 22 сообщения, надо ускориться. Так, когда будет каталог в тенге? Каталог в тенге будет официальный после запуска казахстанского сайта. Только на продукцию с казахстанского сайта каталог может быть в тенге, потому что, ну, курсы валют. Валюта все время скачет. Так, уже, кажется, был вопрос раньше, когда откроют ОЦ в Узбекистане, для выплат тоже нужен будет открыть АИП, просто ИНН недостаточно будет. В Узбекистане налоги не проще, чем в Казахстане и в Кыргызстане. Можно сказать, сложнее законы там. Поэтому, я думаю, и по этому будет тоже обязательно. Потому что, я уже не помню, в этом году мы консультировались с юристами. Так, но это я могу долго рассказывать. Но, скорее всего, нужно будет ИП. Да. Пока точной 100% информации нет. Так, пропал гидронабор с российского сайта. Нет вообще в каталоге. Больше уже не появится. Нет, появится в следующем году, скорее всего. Вопрос Инстаграма. Когда появится лапша неострая на российском сайте? Тоже не обладаем такой информацией. Да, тут Владимир 3272 подсказывает, что литеин, который продается на российском сайте, 8 миллиграмм. На корейском сайте 20 миллиграмм. Да, это не новый и не старый литеин. Это российский литеин и корейский литеин. в новом продукте люаксантин 18 миллиграмм литеина. Вот. Просто литеин с дозировкой 20 миллиграмм Роспотребнадзор не пропустил, потому что по меркам России 8 миллиграмм это суточная норма для человека. 20 слишком много. Корейцы считают, что 20 это нормально. Мы на самом деле иногда и по 2 капсулы пьем. Иногда, когда есть усталость в глазах, ну, очень редко, но бывает. Что ты хотела добавить? А, кстати, с витамином С также, да, что в интернете, если написать суточные дозы витамина С, сколько, там пишут где-то 100 миллиграмм. у нас в одном Сике 500 миллиграмм. Ну, тут Роспотребнадзор не был против. Так, вопрос про Эмираты, да и вообще любые страны, где Атоми не зарегистрированы официально. Продавать продукцию легально или сейчас такой подпольный продавец? Ну, что значит легально продавать? По мне, легальная продажа, если у вас есть лицензия, если вы этот товар оприходовали, если вы заплатили все налоги, поставили себе на баланс, на учет, продаете и с продаж также платите все налоги, тогда это легально. Но, скорее всего, что продавать в Эмиратах легально, вам необходимо получить разрешительные документы от компании и заплатить какие-то налоги на импорт. Поэтому, если, в принципе, по сути так взять, любой человек, который продает продукцию Атоми, он делает это нелегально. Потому что легально это может делать только компания. Кальций при лакрации ответили уже. Помик, те вопросы. Химохим можно принимать с витаминами и БАДами? Но если только начинаете химохим пить, то лучше воздержаться от других витаминов, то есть пить только пока химохим, потому что у него есть такая очищающая, детокс-функция. А потом уже подключать витамины, когда уже организм очистился, то есть он готов, он лучше будет усваивать ваши витамины, которые вы себе прикупили. Да. Если уже продолжительное время принимать, то можно, мы пьем и химохим, и другие витамины. для человеку, который только знакомится с продукцией, и если этот человек хочет химохим и другие продукты, то да, лучше химохим сначала отдельно пропить, чтобы понимать, на что организм реагирует и как реагирует. И после химохима, после очистки всегда эффект от БАДов будет лучше. Так, вопрос Инстаграма. Запускаете ли вы Инстаграме промо-акции? Есть ли смысл? Когда только начинали, два года назад, я помню, что запускали мы таргет, таргетированную рекламу в Инстаграме, она была довольно успешной, было много регистраций, многие из этих регистраций уже деактивировались, потому что, чтобы оставаться в системе, в Атоме, нужно раз в год сделать любую покупку, хоть один крем, одну умывалку купить, чтобы остаться. Но вот по опыту, что эти регистрации с рекламы пришли, но вот пришли и ушли. Много таких было. Много, конечно, было, не много, но были такие люди, которые остались, которые до сих пор с нами сотрудничают, кто-то просто покупает, кто-то работает активно. То есть, наверное, всегда есть смысл, я думаю, что делать что-то, чем не делать. Поэтому такой вопрос. Просто запустите рекламу на ту картинку или на то видео, которое вы подготовили, посмотрите конверсию, эффективна ли она в течение пару дней, посмотрите результативность, и если нет, то выключите, остановите. Слушай, там уже 30 сообщений накопилось. Так, набор фейм появится в этот период, мы не знаем, скорее, ну, действительно не знаем, потому что продукция должна поступить, и мы не знаем, успеет ли она в ноябре поступить. Может быть, в начале декабря поступит, может быть, под конец ноября. Набор фейм, сейчас нет на Россию, садь? Ну, в новосибирском складе, да, закончился. Вот, я тут подумала сразу, что нужно становиться мастером продаж, чтобы получить этот набор бесплатно. Так, как вы думаете, ассортимент на казахстанском сайте будет больше, чем на российском? Скорее всего, на старте он будет меньше, потому что будет продукция сертифицироваться сначала для Казахстана, но мы не знаем точно. Но мы слышали то, что в Казахстане проще процесс сертификации, он дешевле, он быстрее. Поэтому, потенциально, может быть, мы быстро догоним и, может быть, обгоним, может быть, будем вровень идти. Не знаем на 100% как все это будет. Обязательно оставайтесь в одноме, как покупатели и как партнеры, и мы увидим, узнаем с вами, как это все решится. Есть вопрос. На российском складе продукция из Кореи приходит, а в Китае что-то производится на их территории? В Китае есть свои заводы, но они для партнеров в Китае, то есть там компания сделала исключение, потому что в Китае очень такие строгие законы, но вся продукция в основном она в Корее у нас производится и мы ее получаем из Кореи. Есть такой продукт, который производится на китайском заводе, который продается на корейском сайте, единственный, наверное, один из немногих, это женские прокладки, инические. Так, расскажите, пожалуйста, про ваш опыт, как вы планировали закрытие своих первых бинаров? Ну, я думаю, мы не прям планировали закрытие первых бинаров, Мика просто начала собирать заказы. Мы тогда жили в Корее, в городе Сеул, Владимир работал фуллтайм, то есть целыми днями, и на выходных работал, и я решила тоже как-то помогать семейному бюджету, подумала, ну, надо начать здесь бизнес, потому что мне понравилась продукция. Вот, я бы думала, что эта продукция будет пользоваться популярностью у нас в Казахстане. В Казахстане. Сзади у нас флаг. И, да, действительно, многие откликнулись и до сих пор пользуются товарами. Кто тогда в первый раз помог мне закрыть первый бинар, до сих пор обращаются. Поэтому, да, собирайте заказы на Корею или на Россию. И людям очень нравится продукция, что и они возвращаются, потому что такого соотношения цена-качества не найти. Когда мы принимали первые заказы, у людей было какое-то опасение, какая-то только недоверие, но мы старались замотивировать человека на покупку, чтобы он захотел что-то купить сам и старались с первой покупкой дать как можно больше продукции на пробу. Чтобы это было не сильно накладно, мы старались что-то в россыпь давать, по стикам, поштучно что-то, витаминки, колготки, маски тканевые, в зависимости от размера заказа. Потому что люди, когда получали подарки, они их не ожидали, но для них расширялся кругозор, что человек, допустим, только шампунь купил, а в подарок еще получил тканевую маску, кофе, витамин С, и сразу есть понимание, что такие продукты тоже есть. Попробовал, оценил качество, и так мы начали строить нашу потребительскую сеть. Когда появится гидронабор на российском сайте? Скорее всего весной, потому что может быть в этой партии, которая должна прийти в ближайшее время, он будет, но может быть не будет, потому что была такая информация официальная, что в зимнее время гидронабор отгружаться в Россию не будет. Там капсулы может, да? Ну, что-то типа того, да. Почему у Меги разные дозировки на сайте один, наклейки другой? Ну, мы слышали много раз, что на наклейках есть опечатки, ошибки, и да, скорее всего поэтому. Ассортимент на казахском сайте будет такой же, как на России. А, это был похожий вопрос. Так, для новичков, что самое важное для успешного старта бизнеса? Обучение, обучаться, разбираться, что к чему, пробовать продукцию. Вообще, что-то одно выделить, конечно, сложно, но если вот одной фразой, то разобраться, что к чему, это самое важное. А что это значит? Это убедиться в качестве продукции и разобраться, как здесь все это работает и найти для себя ответы на самые главные вопросы. Почему, зачем и как. И этот процесс может занять длительное время. У кого-то он занимает несколько месяцев, у кого-то несколько дней, в зависимости от того, сколько времени вы в это вложите. когда будет свой казахстанский сайт, да, тот спрашивает у нас. В следующем году будет и сайт, и склад. Так, там два вида кофе, в чем разница? Если вы российский сайт имеете в виду, то там есть кофе три в одном и есть кофе американо. Ну, и там кофе, само кофе разное. Там способ обжарки разный. Состав разный. Добрый запад для Ильи. В Корее есть интернет-платформа Купанг. Там наши продукции дешевле. Мне одна женщина говорит, что идите в Корею и там покупают. Но на Купанге продают не закона. И очень часто бывали такие случаи, когда люди, покупающие на Купанге, получали либо старый продукт, который, в принципе, уже в Атоме не продается, то есть старые версии, просроченный продукт, испорченный продукт. Ну, в общем, люди покупают там на свой страх и риск. Они покупают не у компании. И на самом деле это одна из главных проблем для Атоми в Корее. Это перепродажники на Купанге. Но корейцы с этой проблемой борются, потому что у любого продукта можно отследить историю, кто его купил, когда купил. И деактивируются аккаунты. Уже десятки аккаунтов терминировались. Почему это делается? Люди закупают продукции, чтобы выйти, закрыть какие-то ранги, закрыть какие-то бинары, получить за это выгоду от компании. И у них много продукции, они от нее избавляются. Вот таким вот образом. То есть на Купанге продается товар неликвидный, который никому не нужен, от которого люди хотят избавиться. И поэтому там бывает часто, что продукт испорченный может быть даже, потому что никто не гарантирует, в каких условиях все это хранилось. А для того, чтобы продавать на Купанге, там требования очень низкие. Нужно просто зарегистрироваться как продавец. Да, Владимир сам продавал на Купанге. Да. Иметь такой опыт. Мы на Купанге, мы на аукционе продавали. В Корее есть четыре большие платформы. Аукцион, он в принципе... Что мы там какие-то товары матрешки с российской тематикой. Было дело. Владимир пишет, что пьет ЮТИН по две-три капсулы. Бывает. С российского СНФ. Может быть. Эрозия однозначно к врачу идти. Наши витамины БАД они не лечат. Это профилактика. Они наводят баланс, помогают эргоизму справиться с той или иной ситуацией. Но если есть какая-то действительно патология, в любом случае надо к врачу идти. В Корее есть интернет платформа. Ответили, как вы разводите гель для мытья посуды? На глаз. На глаз. Да. Если я не люблю что-то там считать, кто-то наливает бутыль в крышку и крышку на литр. Но я никогда не наливаю в крышку, потому что потом крышку надо мыть. Сразу наливаю. А сначала вот там есть такой дозатор, контейнер. Отдельно покупается с средством для посуды. Сейчас они вместе идут. А, ну, сейчас еще лучше. И получается, сначала я в этот бутылечек наливаю воду, а потом только средство, потому что если сначала средство налить, а потом воду, у вас там пена и все выйдет, воду какое-то количество, да, конечно, больше, намного, чем средство. Если мне мало пены, я доливаю в общем, я люблю, когда средство, смесь получается густая, поэтому я где-то чезведь, наверное, контейнера заливаю средством, потом туда воду наливаю. А чтобы пена не успела выйти, быстро закрываю крышку. Ну, вот нам бутыля хватило на год, так что даже с таким методом очень экономно получилось, экономично. Так, вы купили себе обувь, размеры как идут маломерки, размеры там идут в миллиметрах, я замерил просто ногу в миллиметрах, я скачал таблицы размеров, посмотрел аналоги, что соответствует 280 миллиметров, по-моему, мой размер обуви, что соответствует этому размеру, аналоги европейские, американские, и по этой таблице подобрал. Ну, мне обувь идеально подошла. Я помню случаи, когда я, ну, в Корее, они по этим миллиметрам обувь у них там разметка, когда покупаешь обувь, ты говоришь свой размер, и я так, ну, как у меня такой более начальный корейский, я пришла к продавцу и так, с таким трудом говорил, 240, да, ибэкса, говоришь, сащип, сащип, о, а потом пришла до девушки и говорит, 45, 45, я такая, вот так можно было не усложнять себе жизнь в двести и чего-то там. Так. Да, женская обувь тоже была на сайте, не знаю, сейчас она есть, которые, ну, итальянская, ботиночки такие были. А, по-моему, нет. Кажется, нет, да, но, эпидемиологически они то появляются, то исчезают. Так, какие бады убирают кисту головного мозга? Ну, я думаю, здесь тоже к врачу нужно. Потому что киста головного мозга, это может быть очень серьезно, а может быть просто здоровый образ жизни нужен, но в любом случае нужна очень хорошая консультация. Проблема, где ее получить, но, к сожалению или к счастью, мы занимаемся не этим. Так, здравствуйте, Владимир и Мика, дайте, пожалуйста, несколько советов начинающим, с чего именно стоит начать привлекать именно бизнес, партнеров и не просто потребителей. Ну, смотрите, лично я считаю, что если у вас стоит задача привлечь именно бизнес, партнеров и не потребителей, то навряд ли это правильная установка, потому что почему бизнес-партнеры будут именно к вам идти, как вы сможете привлечь, то есть я думаю, здесь нужно сначала чего-то добиться. И не надо дискриминировать людей, я хочу только бизнес-партнеров, мне не нужны потребители, потому что из потребителей очень часто вырастают бизнес-партнеры и ваши лидеры. Кого вы тут рассматриваете под бизнес-партнерами? То есть если это предприниматели, то у вас должен быть наверное какой-то статус как у предпринимателя быть. Если вы сетевиков хотите привлечь, то у вас должен быть статус как сетевика. То есть если вы хотите привлечь бизнес-партнеров из какой-то профессиональной области, у вас должен быть в этой области статус, если вы пока в Атоме еще не добились каких-то высот, то хотя бы в этой области вашей целевой аудитории должен быть статус, чтобы люди к вам прислушались. Но я не думаю, что это суперэффективная стратегия говорить то, что мне не нужны потребители, мне нужны бизнес-партнеры, потому что по сути потребители важнее, чем бизнес-партнеры. Потому что без бизнес-партнеров вы сможете построить успешный бизнес и стать будущим империал-мастером. Без потребителей вы этого сделать не сможете. Так, а если даже лютеин премиум там 30 миллиграмм. Это, скорее всего, вы про японский лютеин говорите, но он нам недоступен для заказов. А, кстати, японский лютеин где-то должен появиться в какой-то из стран. По-моему, в Индии. Так, как вы начинали бизнес? Как притягивать холодный контакт? Всем думаю, раздавать по кофе или зубную щетку. Как вы начинали? Ну, хороший метод, да. Чтобы человек сначала попробовал продукт, потом уже делал выводы, да. Потому что если просто сказать, что это сетевая компания, то человек очень, ну как, в штуки воспримет ваше предложение. Поэтому заход с продукцией очень эффективен. Потому что, когда человек попробует, что-то у него уже страхи, сомнения откладают. Тем более кофе, да, зубные щетки, это то, что мы тоже вначале раздавали. По бюджету не бьет. Мы еще начинали с эфиров. У нас было очень много эфиров практически каждый день на разные тематики. По продукции, по бизнесу, обучение. И это тоже привлекало достаточно большое количество людей. Забота о клиентах, забота о партнерах. Так, когда откроют ОЦФ в Турции, для выплат тоже будет нужно открыть ИП просто так, Турция. А до этого был точно такой же вопрос, но не про Узбекистан, да, был точно такой же. Ну, в Турции немножко другие законы, они похожи на корейские. Там, скорее всего, без ИП можно будет получать выплаты до определенной суммы. Когда доход превысит определенную сумму, необходимо будет регистрировать ИП. Там по номеру какого-то, что-то типа номера социального страхования тоже у турков есть. Так же, как в Штатах, так же, как в Корее. И по этому номеру они могут платить налоги. По сути, ИП нужно для чего? Почему стоит требование ИП? Потому что во многих странах, в частности, странах СНГ, это единственный способ, ну, фактически единственный способ легально платить налоги, получая эти деньги от компании Атоми. Так, тут был вопрос. Тут вообще много вопросов. Слышала, что средства для мытья от посуды отмывают практически все. Это действительно так? Я пользуюсь, вот как написано, что это средства для мытья от посуды, только мою посуду. Есть еще в Атоме средства для кухни отдельные, да, средства для ванны. В общем, все по назначению использую. Пасту тоже по назначению, да. Кто-то писал, что у нее есть 16 применений разных, в уши и в нос. Но я таким не занимаюсь. Так, да, и я кому чего продаю, обязательно еще сверху доложу. Не могу не положить, хочется, чтобы все попробовали по чуть-чуть. В итоге получается минус в себе все. Минус в себе. Ну, мы фактически первый год работали в минус. Все, что мы зарабатывали, мы вкладывали обратно в структуру. И я думаю, то, что это достаточно хорошо отразилось в целом на росте. И то, как вообще работает бизнес, да, первые года, первый год, когда ты инвестируешь обратно. Любой бизнес, традиционный. По сути, взять все успешные атамианцы, кого я знаю, кто достиг больших результатов за год, они тоже очень много вкладывали поначалу. А в первые месяца уходили в минусы, но сейчас уже на плюсе. И выйти за один-два года работы в хороший плюс, это очень круто. То есть это не значит, что здесь нужны какие-то вложения. Это просто, если вы хотите быстрого роста, то инвестиции не помешают. Тут спрашивают, кипертериоз, что посоветуете? Я посоветую сдать анализы на гормоны. Да, не заниматься самолечением. Иногда тебя не слышали. Да, правильно. Пишут, что у тебя очень нежный голос, и иногда тебя не слышно. Спасибо, да. Микрофон должен быть всегда рядом со мной. Да. Владимир, а и так прекрасно слышно с любого уголка. Ну, я стараюсь очень тихо сейчас говорить. Так, что посоветуете из товаров, а том, чтобы похудеть? Такой же вопрос был в Инстаграме, так что пищу, пищу, пищу. У нас есть коктейли и шейки, которые заменяют один прием пищи. Это классный продукт. Они включают в себя протеин и витамины, минералы. То есть вы, пропуская прием пищи, не теряете сбалансированное питание. То есть вы его потребляете. Это очень легко. Порошок смешал с водой, бутылечки, да, хорошенько, и выпил, и все, насытился. Также есть такой препарат на ананасовом экстракте Файнзайм. Очень много классных отзывов именно по нему, потому что он ускоряет метаболизм и сжигает белки, жиры, углеводы. Возможно, что-то забыл. У нас много отзывов по гранатовому желе. Хоть нигде не написано, что от гранатового желе худеют, но очень много отзывов, особенно из Москвы, что прям помогает девушкам сбросить лишний килограмм. Ну и также слышал про спирулин, что она тоже помогает. Даже кто не хотел худеть, просто хотел пропить курс спирулина, взял и сбросил вес. Очень много отзывов также про химохим. Хоть тоже нигде не написано, что химохим как-то помогает похудеть, но химохим выводит лишнюю воду из организма, и часто бывает такое, что избыточный вес напрямую как-то связан с этим. И очень много тоже отзывов таких слышал, что после курса химохима человек на 10-20 килограмм похудел. По сути, вот эта лишняя жидкость из организма вышла, прошла чистка, стало меньше мусора, и соответственно уменьшился вес. Поэтому в любом случае химохим, в принципе, в любой непонятной ситуации можно сначала пропить, а потом приступать уже к остальным продуктам. Моя сестра надолго уезжает в Турцию. Как она может сделать доставку, и как будет принимать оплату? Она в моей ветке. Ну, с Турцией все сложно, потому что в Турцию невозможно отправить косметику и БАДы. К сожалению, да. Доставка, единственный, более-менее надежный способ доставки, это челноками, то есть в руки взять и прибыть в Турцию каким-то образом. Либо в чемодать на самолете, либо пешком в границу переходить. В общем. Своими силами. Да. И Турция, скорее всего, в большей степени будет работать на внутренний рынок, то есть когда у них откроется свой сайт, они будут на него ориентироваться. Так, вопрос. Что такое продукция премиум-класса, как доказать, что в Атоме премиум-класс? Ну, человеку, который в этом не разбирается, вы не докажете. Человеку, у которого есть на это какая-то своя точка зрения, такая твердая, вы тоже не докажете. Мы вообще никому этого не стараемся доказывать. Это понимают люди, кто разбираются в составах. То есть чем отличается масс-маркет от премиум-класса? То есть это составы. Из чего состоит продукция? И кто умеет читать эти составы, тот сразу понимает. Первое – это состав. Второе – это результативность. То есть насколько у вас есть результаты от использования этого и косметики или этих витаминов. Вот по этим двум параметрам мы определяем – премиум-класс или масс-маркет. У Мики голос божечки. Не всегда его слышно, милашечка. Ой, Тимохим и спирулина, и нони что-то никак не похудеют. Да и спортом тоже занимаюсь, но раза в три неделю. Ну вот попробуйте фанзайм, попробуйте коктейли. Здесь можно сделать вывод, что у вас в организме не так много лишней жидкости, может быть, у вас нет мусора, значит, у вас... Так, как сказать правильно? Просто, значит, лишний вес. То есть здесь нужно создать дефицит калорий, чтобы организм потреблял как можно больше, больше расщеплял жировых клеток и как можно меньше получал. Но при этом нужно здоровый образ жизни и сбалансированное питание. Коктейли, да, здесь могут наши помочь? Бэланс лайф. Может ли спирулина помочь набрать вес? Ну, я вот тоже человек, который хочет набрать вес и что-то, ну, как бы на себе не обнаружила такого, что, ну, прям на спирулине поправилась. Или... Ну, у меня нет весов, чтобы определить, да. Но я читала такую статью в интернете, что, ну, от двух капсул спирулины поправиться нельзя, даже если принимать его после еды. Поэтому, чтобы поправиться, нужно много кушать и добавлять вот протеин, да, протеиновые шейки можно добавлять. Что посоветуете для волос? Вообще, любовь моя к Атоме также укрепилась, когда я попробовала шампунь Sculpt Care. Это шампунь для проблемной кожи головы. То есть он решил мою проблему, которая была, ну, мучила меня всю жизнь. Это зуд, это прыщи на голове. Вот этот шампунь прям... Я до сих пор очень люблю, даже больше люблю, чем Absolute. То есть Absolute эту проблему мою не решает. То есть когда я пользуюсь Absolute, чувствую, что я хочу вернуться опять к Sculpt Care. Он идет на... Ну, тоже, конечно, натуральный состав, без силиконов. Приятно очень пахнет, отлично пенится. Но я, конечно, тоже люблю Absolute. Он такой, ну, очень приятно пахнет. И волосы после него такие шелковистые. Поэтому я, вот лично я, как использую. Я сначала пользуюсь Sculpt Care шампунем, а потом пользуюсь Absolute шампунем. То есть иногда не наношу кондиционер, потому что кожа головы очень жирная. И вот такой метод иногда пользуюсь. Ну, то есть иногда кондиционер, иногда шампунь. Абсолютно. Мне очень нравится. То есть мои волосы, во-первых, очень быстро растут. Многие замечают, как у меня быстро растут волосы. А второе, это то, что волосы стали моим достоянием, моим украшением. Тогда как раньше, это были секущиеся концы постоянно. Здесь, кстати, у меня давно не было секущихся концов волосы. А волосы стали красивыми и роскошными. Так, там вопрос, как бразильцы регать. На Мексиканском же сайте была регистрация? Да, на Мексиканском, да. Просто хотел проверить. Недавно Колумбию запустили. А, ну да, возможно, на Колумбийском. Так, я пока посмотрю. Вопросы? Сколько тенге один PV? Ну, у каждого товара свое количество PV. Там всегда по-разному. Но примерно, да, для того облегчения объяснения один тенге – это примерно один PV. Особенно это хорошо показывается на порошке. Стиральный порошок в пластинах. Там он идет 4500 тенге и дает 4500 PV. Ну, это такой единственный случай, где одинаково идет PV к тенге. А так, ну, все все по-разному. Так, ИП когда у нас отменят? Ну, с чего взяли, что вообще будут у нас его отменять? И лично я изначально очень сомневался, что будут отменять ИП. Потому что, ну, с Казахстана и СП все хорошо. Да, это наш микрофон. Вот спросили. Сегодня Владимир съездил, купил. Да, то мы не по предназначению использовали микрофон. Вообще от гарнитуры. Это специально для подкастов микрофончик. Вот мы сегодня его пробуем. Можете... А, он, кстати, подключен к компьютеру. Для телефона тоже специальный микрофон купили, но я не успел переходник найти. Так, Лидия спрашивает, шампунь же бессульфатный. Да. Там же какие-то сульфаты вроде где-то есть. Ну, они... Это называется бессульфатный. То есть это такие безопасные. Если вы поизучали этот вопрос, вы увидите, да, что это бессульфатный. Так, как насчет пуэр-чая? А, точно, вот я забыла про... Как раз вы напомнили хорошо про пуэр-чай. Это такой чай, который нужно пить в течение дня. Хорошо бы в течение двух-трех месяцев его пропить. Такой, ну, горьковатый вкус. Имеет. Ну, если разбавлять с водой, ну, приятный вкус. И он способствует детоксификации организма. Уходят шлаки, да. И, возможно, лишний вес тоже уйдет. Лишняя жидкость, лишний вес. Так, вопрос. В Беларуси можно отправлять посылки с продукцией? Можно было. Сейчас я затрудняюсь ответить, потому что, ну, ситуация в Беларуси... Ну, хотя, вроде, и сейчас можно. И отправка, причем не такая дорогая. Мы отправили коробку где-то около 30 килограмм. Вышло около 500 рублей. По-моему, это очень бюджетно. В ближайшее время в Беларуси должны открыться центры. И должна будет уже официальная доставка с российского сайта в Беларуси. То есть, в сентябре говорили, что в сентябре я сделаю. В октябре говорили, что в октябре. В ноябре говорят, что в ноябре. То есть, ждем. Уже три месяца подряд в этом месяце и открывается Беларуси. Так, Владимир пишет. То, что у меня это иммунный гипертариоз, пью химохим, витамины группы В, витамин С, пробиотики, лютеин, омегу. Гормоны вернулись в норму. Была потеря веса 12 грамм. По 12 килограмм. Прозвращение гормонов было в 6 раз. Да, это такой индивидуальный совет от Владимира. Отзыв. Да, отзыв. Не советую отзыв. Поэтому мне советую копировать чей-то метод. Все равно лучше провериться. Например, у меня недостаток йода в организме. У меня, возможно, на этом фоне пошли высыпания на лице, на шее. Я давно уже пью и витамин С, и спирулину, и химохим. Но проблема присутствует. Я начала сейчас принимать комплекс витаминов, мультивитаминов, где присутствует йод. Также сейчас начала потреблять морскую капусту. Но все равно хочу сдать на гормоны. Потому что все индивидуально. Лучше провериться. Так. Мне одна клиентка сказала, что наши крема для рук силиконом вообще не очень. Я промолчала. Что можно ответить в таких случаях? Не знаешь? Погрузились все. Наши крема для рук не классные. Мне лично очень нравится. Классно питают. Нет и шелешения. Они впитываются очень быстро. И после них можно сразу и в телефон. Лично бы я сказал бы человеку то, что спасибо тебе большое за твою обратную связь. Для меня это очень важно. И для меня это очень интересно. Потому что я получал только хорошие отзывы. Ну, я действительно про крема для рук получал только хорошие отзывы. Твой отзыв первый такой отзыв, который негативный. И большое тебе за это спасибо. Потому что это дает мне смысл, чтобы разбираться. Посмотреть. Действительно разобраться в составах. Потому что, может быть, я не обращал внимания на составы. И разобраться. И в следующий раз знать, что отвечать. Да, вот сейчас Владимир открыл состав. У нас очень много натуральных компонентов в наших кремах. То есть, какой аргумент, что крема не очень. Почему я слышал хорошие отзывы? Потому что люди, кто пользовался кремами для рук, получали хороший эффект. Отличное увлажнение. В составе не вижу слова силикон. Почему как-то прячется по другим названиям? Нет, силиконы не могут быть. И по поводу силиконов я тоже читал несколько статей. То, что косметологи спорят, насколько на самом деле это все плохо. То, что, по сути, вкратце силиконы пользы не приносят. И поэтому многие приравнивают их к вредности. Но в составах тоже нужно понимать такую вещь. То, что, когда вы читаете состав того или иного компонента, там в порядке концентрации указан состав. То есть, тот компонент, которого больше, он будет стоять на первом месте. Тот компонент, который в последнюю очередь указан, его меньше всего в этом продукте. И если эти силиконы где-то на последних местах, то значит их там незначительное ничтожное количество. В общем, еще раз. Ну, просто бывают люди, которые так встают в позу. Да. Ну, и у нас нет задачи, чтобы всем понравилась наша продукция. Ну, не понравилась. Да, может быть, этот человек пользовался кремами выше класса. Там гораздо дороже. Кто знает. Так. Не поняла ответ насчет бессульфатных шампуней. Они есть или нет? Есть. Ну, там написано, да, что-то там сульфат. Но я зашла в раздел, где говорится, что наши шампуни бессульфатные, да, в такой сайт. Там тоже эти бы присутствовали. То есть я сделала вывод, что наш состав, он максимально приближен к натуральному составу. То есть у нас есть сульфаты, но они не сульфаты. Надо открыть состав. Теперь я путаю силиконы и сульфаты. Насколько я слышал ответ Антонио, то, что, если я правильно его помню, те шампуни, которые на российском сайте, они идут с сульфатами, и сульфаты, они очищают голову. То есть вот те сульфаты, которые есть в наших шампунях, это те шампуни, которые придают чистоту волосу. То, что волос после мытья, он такой чистый становится, да, можно сказать, хрустит, когда вы вот так проводите. Если вы помоете голову шампунем, которым вообще нет сульфатов, то он не отмывает вашу голову от жирности, от грязи. И поэтому как бы делайте вывод. Да, еще здесь хотел бы сказать, что нужно обязательно использовать кондиционер, особенно при сухой коже головы, потому что питание идет именно от кондиционера. Шампунь, он просто смывает грязь. Краска, гель для волос, они все без аммиака? Нет, пишет. Так, мне тоже, пожалуйста, на омегу для взрослых. Так, у меня нет опыта в таких ситуациях, я просто обратно заврала и его вернула половину денег. Так, ну, я не знаю. Чем омега, интересно, не угодила. Омега классная. Вот. О, у нас есть ульфаты, но они для очищения. Ну, платы. Да. Про шампунь Абсолют хорошо описано на США сайте. Про все эти добавки указано. Насчет шампуня спасибо. У тех, кто следит именно за кожей на руках, наши крема пользуются любовью и уважением. Если просто помазать руки, то, возможно, и не понять о силе терапии для рук. Отзывы только восхитительные. Спасибо, Светлана. Так, вопрос. Как тогда продукция пришла моей знакомой блогеру в Турции, да, как я понимаю? Ну, кто-то привез. Мы же привезли. Не, ну, может быть, это другой блогер. Нет, да, мы отправляли нескольким блогерам в Турцию. Когда мы были в Кемере, у нас была возможность, да, познакомить людей, которых мы выбрали с Атоми. Вот. Им всем понравилось, и они сделали, да, такую рекламку в сторис. В следующий раз, когда он приедет в Турцию, да, если это получится сделать до открытия Турции, мы тоже привезем с собой что-нибудь. Так, для роста волос какая серия шампуней поможет? И одновременно какие надо пить витамины? Вообще здесь нужно понять, а, нет, выпадения нету, да, то просто волос. Ну, мне хорошо помог шампунь, который подходит именно для моей кожи головы, это Sculpt Care. Многие пишут, что Абсолют. Многие даже любят вот эту линию травяную, которая доступна только на корейском сайте. И на китайском сайте тоже она есть. Травяная линия многим нравится. Она тоже показывает отзывы до и после. Ну, поэтому, наверное, если у вас нормальная кожа головы, то набор Абсолют. И спрей от выпадения волос также способствует росту волос. Про спиролина я слышала тоже много отзывов, то, что ногти и волосы растут прям как бамбук. Крепчество. Да, и Светлана подсказывает витамины группы В. Вот нам тоже отзыв оставили. Я пользуюсь набором Абсолют для волос. Волосы быстро отрастают. Кондиционер. И не надо на кожу наносить его. Отступая от корней. 10-15 сантиметров надо наносить. В Латвии можно ли отправить посылку? Откуда? Отправить-то можно? Из России, например. Ну, можно. И через почту отправляете в другие страны? Смотря откуда мы делаем отправку. Если отправка из Кореи, то в Россию через почту ЕМС. В Казахстан, Кыргызстан через карго. Авиакарго. Это страны Европы и другие страны по миру через DHL. Через компанию, которая занимается DHL. Светлана Сергачева пишет Абсолют обязательно с маской. Да, про маску я забыла. Маска тоже у нас классная. В наборе можно ее купить. То есть идет шампунь, кондиционер и маска. Они взаимодействуют. То есть иногда можно и маской закончить уход за волосами. А кондиционером. Вот по маске тоже классные отзывы у нас. Чем отличается травяной шампунь с корейского сайта от Абсолют с российского? Травяной шампунь это предыдущая версия. То есть Абсолют это новая, улучшенная версия травяной линии. Так, вот пишет Силикон, это не всегда плохо. Подскажите, какие варианты записать людей, чтобы команда была большая? Ну, чтобы команда была большая, нужно хорошо работать. Нужно много работать. И не нужно сделать фокус внимания на том, что я хочу записать много людей. Я думаю, здесь нужно сделать фокус внимания на то, что вы можете людям дать. И задать такой вопрос для себя. Зачем вообще людям к вам приходить? Почему люди будут выбирать вас как спонсора? Что вы можете им дать? Как вы можете им помочь? И стараться сделать все возможное, чтобы помочь людям. Тогда и люди будут к вам притягиваться. И тогда будет расти команда. Ну и, соответственно, помогать всем, чем можете. Силиконы помогают в растекаемости. Какими современными инструментами вы пользуетесь? Очень размывчатый вопрос. Какие инструменты можно называть современными? Светлана пишет, сульфаты натурального происхождения. А для ног у нас есть крема? Нет. Да, отдельно такого для ног нету. Но почему бы не использовать лос-дион для тела или крема для рук? Тоже для ног. Современные инструменты. Мне кажется, Zoom нельзя назвать современным. Он актуальный инструмент. Партнеры из Казахстана могут заказывать продукцию с китайского сайта? Нет, на китайском сайте только китайцы. Спред выпадения волос расскажите. Стоит брать. Классный спрей. Его хватает надолго. Он причем недорогой и очень эффективный. Вы бесплатно в Турцию из Кемера эту сумку дали? То есть за рекламу или ее нужно покупать? Я не совсем понимаю, о чем разговор. Ты уверена, что это про нашего блогера? Да, я думаю, что да. Да, Кость, это было такое знакомство блогера с Атоми. Так как у нее есть определенное количество подписчиков, да, мы сделали такой подарочек. Пока у нас была такая возможность отправить что-то турецкой почтой. И как бы не было такого, что сделайте нам рекламу, потому что мы отправили вам продукт. Нет, было такое, если вам понравится, то вы можете сделать рекламу у себя в сторис. У нас очень мягкие условия сотрудничества. Да. Мы любим нашу... Когда люди любят нашу продукцию, любим ей делиться. Когда есть возможность, дарим. Так, тут пишут, что спрей против выпадения волос вонючий. Ну... Я бы так не сказал. Так и травяной запах. Да, если... Просто я много вонючего в своей жизни понюхал, и я бы наше спрей не отнес в категорию вонючего. Да. Так и травяной запах, мне кажется. Ну, как бы... Он быстро вветривается. Если вы не хотите, да, куда-то... Если у вас какая-то важная встреча, вы можете его использовать либо рано утром, либо уже поздно вечером. О, тут пишут то, что рич-бадди лосьон смягчает пяточки. Кстати, надо попробовать. Да, рич-бадди классно. А то Мика все время мажет этот рич-бадди на себя. Я не люблю на себя вообще ничего мазать. Да, он сам отказывается. Я... Я раньше ему и руки мазала, да. Потом... Ну, пятки у тебя действительно очень сухие. Надо начать мазать. Ну, возраст. Скорее всего, что это ваш блогер, так как я через нее и нашла. Вот, смотрите, дело было как. Мы поехали в Турцию совместить приятность с полезным. Мы взяли столько продукции, сколько смогли. И раздавали всем партнерам, кто пришел к нам на встречу. То, что осталось, мы разослали блогерам. Как-то так. Так. Вот. Так. Тут про индийцев пишут, но я не буду зачитывать, потому что у нас в Инстаграме есть индийцы. Да. Hello, India. В Индии открытие произошло 11 ноября. Patada Aman. Hello. Этого года. Этого события индийцы ждали более двух лет. Из-за пандемии задержалось открытие. Должно было быть раньше, летом, да. Ну, вот, наконец-то не дождались, и вот пошел уже товароборот, скоро появятся мастера. Есть в компании протеины для набора веса. Нет таких специализированных протеинов? Нет. В коктейле, шейке. Но это не специализированный протеин все равно для набора веса. Это сбалансированное питание, в котором есть программа, где можно вроде бы как набрать вес, но это... Можно, можно. Смотрите, есть даже инструкция по набору веса наших шейков или коктейль. То есть принимаете пищу три раза в день, и между приемом пищи получается два раза в день. Между завтраком и обедом один раз выпили, и между обедом и ужином тоже один раз выпили, получается два. И так вот пьете в течение месяца, и посмотрите результат. Тут написали, кто-то сравнил корейским салатом спрейт выпадения волос. И вообще я как корейец не соглашусь, потому что у многих корейских салатов есть очень острый специфический такой запах, который похож... Многие люди из моего окружения, друзья, называют этот запах пуки. Когда чувствуют запах корейских этих салатов, говорят, о, пуками запахло. Кстати, да, когда я открываю холодильник, там кимчей. Но у спрея нет такого запаха. Ну, не знаю, может быть, это... Может быть, я люблю запах травок. Ну, спрей на самом деле это выпадение, но не такой прямомерский. Так, тут кто-то пишет, что мы не отвечаем на вопросы ваши. Ну, возможно, мы пропустили ваш вопрос, потому что... Продублируйте, пожалуйста. Возможно, мы пролистали. Так мы... О, особенно панчани. Панчани, да, это рай. Так, они на самом деле так пахнут. Ну, это те салаты, которые бродят, и в основном, где есть редька. Потому что если редька заферментируется, то там такой специфический запах. У кимчи тоже специфический запах, потому что там, если это корейский вариант кимчи, очень много ингредиентов. А так, по сути, если взять любые другие салаты, салатов-то в корейской кухне очень много, то там нет таких запахов. Там может быть только запах перца, уксуса, нянгними, глютамата, натрия. Так, масло еще может быть запах. Почти все салаты пробовала. На самом деле, это пахнет. Так, спланируется специально для почки какой-то продукт производить. Почек. Не слышали ничего такого? Что-то мочегонное, да? Вы имеете в виду. Препараты почки. Даже не знаю, как он будет работать. Как работаете с командой? Как мы работаем с командой? Часто, каждый день. Много. Как обещать? Это для нас семья. Те люди, которые пошли за нами, за которых мы взяли ответственность. Здесь нужно, наверное... Ну, на этот вопрос можно отвечать прямо в течение двух часов, как мы работаем с командой. Потому что то, как мы работали на первых парах, то, как мы работаем сейчас, сильно отличаются. Потому что, когда мы начинали, когда мы только сами закрыли мастера продаж, тогда была совершенно другая картина, стояли совершенно другие задачи. Сейчас задачи тоже стоят совершенно другие. И чем выше вы будете подниматься, тем больше будут меняться ваши задачи и... Миропозрения. Как у лидеров у вас будет задача сделать так, чтобы ваши лидеры также были самостоятельны и могли дуплицировать вас, делать то, что вы можете, и чтобы они делали это еще лучше, привносили свое, усиливали. Ну, мы просто вкратце, если сказать, наверное, просто стараемся всегда быть для команды, всегда на связи, поддерживать максимально, помогать, как мы можем, всем, чем мы можем, как мы можем. Обучение, поддержка, идеи, проекты, движухи. То есть все, что можно. Плюс она пишет, жалуются на боли в почке. Ну, это к врачу. Да. Пожалуйста, не занимайтесь самолечением. Смотрите, у нас нет препаратов, которые что-либо лечат. Наши препараты, они приносят баланс в организм, помогают справиться, дают силы организму, чтобы справиться с той или иной ситуацией. И не надо это расценивать как лечение, потому что лечение – это нечто другое. Так, Светлана пишет, что заказала по секрету. Мужу 3 в 1 мужское средство. All in one – 4 в 1 дотонер, Сенс, Лосьон, Крем. Владимир тоже пользуется. Скажи свой отзыв по этому. У меня, кстати, закончился. Мне очень нравится. Так, вы пользуетесь ботами или какими-то сайтами для нахождения новых людей в компанию? Нет. Мы не пользуемся ботами, мы не настраиваем воронки. У нас другая позиция. Четырехступенчатый уход для кожи ежедневно применять можно? Нет, нет. Там четыре компонента. Два из них можно и нужно ежедневно, а два из них – два раза в неделю. Да, то есть демакияж и пенку – два средства, которые можно и нужно применять каждый день после макияжа. А вот что касается пилинга и маски-пленки, это индивидуально смотрите, либо раз в неделю, либо два раза в неделю. Я лично сейчас пилингом пользуюсь два раза в неделю, маской и пленкой – один раз в неделю, по воскресенью. Вы знаете, что я в сторис пилу в Санды всегда запускаю, и меня поддерживают партнеры. Патада Аман. Я не знаю, что я читаю правильно your name. Мы имеем в виду, и мы в основном, нашу audience speaks русский, поэтому мы speak русский. Мы имеем в виду еще один инстаграмм, и мы пытаемся держать на этом канале тоже. Великолепно. Да, подписывайтесь, and we'll be happy to answer your questions. And we'll have information on our YouTube channel. Так, с чего начать, когда начнем объяснять про компанию? С чего начать, когда начнем объяснять? Ну, если я правильно понял ваш вопрос, здесь нужно начать с того, что нужно подумать, что человеку вообще интересно и полезно, и дать ему эту информацию. Никогда не надо человека, закидывать фактами, потому что, если вы влюблены в компанию, вы много знаете, то это не значит, что все хотят об этом узнать. Может быть, человеку это не надо. И чем больше вы будете давать информации людям, тем меньше будет эффекта. Здесь надо подумать, что человека может зацепить, что человека может заинтересовать, что ему может дать пользу, и, соответственно, дать ему эту информацию. Очень кратко. Например, это топовая корейская сетевая компания. Она только заходит на наш рынок. Если это сетевик, если это человек, у которого есть опыт сетевого, его это должно заинтересовать. Можно еще сказать какие-то факты. Такие очень краткие, очень ваконичные, содержательные. Лариса Хван спрашивает, скажите, планирует ли вы приехать в Шимкент или в Тараз в 2021 году? Так, в Шимкенте я был в прошлом году два раза, в этом году один раз. До пандемии успел съездить. Я думаю, в следующем году вполне, почему нет, в Таразе. Я был последний раз 10 лет назад. Приглашайте. А бывают причины авитаминоз, а бывают болезни кожи головы. То есть, почти 30 тысяч пришли реальные люди в Инстаграм. My English accent. Thank you. Мне не нравится мой акцент. Я вообще был абсолютно доволен произношением своего английского языка. Я считал то, что my English is perfect. Но когда я познакомился с Микой, когда она заговорила на чистом британском и переключалась на американский просто вот так вот. А потом, когда я еще в записи услышал, как звучит Мика и как звучу я, я подумал, ну все, я по-английски больше не разговариваю. Это было до того, как мы начали строить международную команду в Атоме. Да. Сейчас Владимира не остановить. Так, по поводу 30 тысяч людей в Инстаграме. изначально мы... Так, я могу здесь ошибаться. Я начинала с нуля. Ноль подписчиков было. Это была страничка, которую я решила отдельно создать. Многие спрашивают, да, свою личную страницу, если я сделаю как бизнес-страничку, а в Атоме превращу. Стоит ли это делать? Я не советую это делать, потому что ваша личная страничка пусть останется вашей личной страничкой. На неё уже подписаны люди и вас уже любят, да, вашу страничку любят, уже такой, какая она есть. Если вы начнёте вдруг только делать посты про Атоме, stories, и только об этом, но многие могут вас не понять и даже вы можете потерять нескольких людей, ну, как общение с людьми, потому что, ну, они подумают, что вы в секту какую-то вошли. Поэтому лучше всего создать отдельный аккаунт по Атоме. Советую назвать его как-нибудь креативным, не просто, да, Атоме, ну, имя или Атоме, ну, как-то подойти креативно, как мы, да, Атомика Кореяна, Атомика, это была идея Владимира, вот, ну, что-то вот, что запоминается, потому что сейчас аккаунтов в Инстаграме очень много, как-то чем-то отличаться, выделяться, вот, и там уже начинать работу, аудиторию, да, свою найти и заниматься продвижением, это вот целый вебинар, целый урок, поэтому у нас... Да, так, скажите, пожалуйста, как работать с теми людьми, которые подписались, но до сих пор не активировали свой кабинет, нужно ли им звонить, чтобы они что-нибудь купили? Ну, конечно, да, можно я отвечу? Потому что условия единственные, которые нам ставит интернет-магазин, это одна любая покупка в год, будет заказ корейского, ну, с любого сайта Атоми, главное, чтобы там какое-то количество PV, да, нет? Можно купить каталог? Каталог? Мне кажется, вот именно, что PV там. Любая бальная покупка. Да, вот, когда там хотя бы один PV засчитается, значит, уже всё, ваш аккаунт сохранится ещё на год. То есть, об этом обязательно нужно людям говорить, потому что многие не знают, и потом, когда узнают, они огорчаются, то, что, ну, если вы им там помогали с регистрациями, да, это всё у вас горит, поэтому людей предупреждайте, и я думаю, что это также замотивирует их на покупку. Так, что советуете от веснушек есть у нас линия. Тут уже ответили спотал. А, спотал линия, но также я посоветую не только спотал, это ещё и четырёхступенчато чищение, потому что уже с первого применения мы замечаем эффект отбеливания лица. Тут тебя просят по-английски что-нибудь сказать. Hello, my name is Mika, and this is my husband, Vladimir. британский сейчас сможешь включить? Нет, не по заказу, я как наша дочь, а тоже. Вот так вот. Да, обязательно мы сейчас займёмся записью роликов на английском, на русском языках. Кстати, завтра мы будем на других языках записывать. Да, скоро, ждите. Подписывайтесь на нас в YouTube. Так, тут сейчас были вопросики. Кому нужно убегать, да, в Zoom, понимаем. А вот, про этику сетевого бизнеса. Вопрос, можно ли работать в нескольких сетевых компаниях. Есть такая международная, можно сказать, этика сетевого бизнеса, то, что нельзя заниматься двумя сетевыми бизнесами, но быть потребителем в какой-то компании и работать в другой можно. Единственное но, что касается Атоми, то, что здесь у нас потребители часто становятся лидерами. Если ваша подруга из НЛ сюда придет, то есть большая вероятность, что в будущем она захочет здесь работать. И здесь вы должны сами подумать, насколько это этично, потому что даже регистрируя ее как потребителя, по сути, вы такое семечко садите. И, по сути, я думаю, что это более, наверное, в рамках нормы. Если она сама в какой-то момент решит поменять сетевую компанию, это будет ее решение. Но вам не нужно ее убеждать, что у нас лучше, зачем тебе этот НЛ, НЛ умирает, то есть нельзя такие вещи говорить, это неэтично. А по сути, чтобы она просто была потребителем, я не вижу здесь проблем. Здесь вопрос про мой оттенок помады, и я его всегда забываю, потому что это очень много цифр, много разных оттенков, 18 оттенков у нас помады. Я сейчас возьму ее и скажу. Так, мне тут советуют не комплексовать по поводу моего произношения. Я вообще такой человек, что мне редко что-то нравится, особенно если это что-то, то, что я делаю сам. Самокритичный. Так, помада я принесла оттенок 415, называется он Blooming Red, то есть цветущий и красный. Нравится здесь крышечка, магнитная у помады, это говорит о том, о премиум, премиальности этой помады. Я смотрела, но только люксовый бренд себе позволяет на такую крышечку. Такой довольно дорогой компонент в упаковке. Далее цвета, здесь золотистый, здесь белый. Вообще в упаковке Atomi преобладает белый цвет. И вот такая помада, очень нравится. Так, Atomi что означает? Вообще Atomi может означать много вещей, так как вот эти слоги и иероглифы, они могут иметь несколько смыслов. То есть Atomi состоит из трех иероглифов, и третий иероглиф, последний, это красота. Первый, скорее всего, это любовь, а второй, скорее всего, родная земля. То есть здесь идет игра звуков, игра слов, потому что корень получается здесь Atom, и при создании компании Институт Атомной Энергетики играл большую роль. Поэтому, я думаю, люди тут подумали, подумали, покумекали, составили похожие иероглифы, то, что красота, любовь, родная земля, это все соприкасается с философией нашей компании, ну и плюс учли истоки, как компания была создана. Василия спрашивает про помаду, как долго держится. Если пить напитки какие-то, она без проблем держится очень долго, но вот если покушать, то смывается здесь. Но очень стойко, это прям, я помню, я пошла на мероприятие, утром только нанесла помаду, вечером уже пришла, и она все это время еще фотографии, фотографии делали, мы кушали вечером, в общем, приехала домой, еще помада была, ну, конечно, здесь чуть стерлась из того, что я кушала. Лидия, спасибо большое за вашу обратную связь, очень приятно. Так, как вы набирали группу? Если вы имеете в виду команду, то мы начинали с теплых контактов, а потом расширялись на холодные контакты. Что-то я люблю. Исчезаю. Да, мелькаешь. Воктау зовут. Когда вы едете? Мы были в Воктау. Мы недавно были в Воктау. Да. Месяц назад. Мы съездили, да, в Воктау, потом вот в Актобе. Владимир также ездил с командой в Атырау, в Астану. По-моему, месяц еще не прошел. Где-то в конце октября были в Воктау. Была моя первая поездка в Воктау. И давно я мечтала там оказаться, выйти к берегу Каспийского моря. кайф. Пьете химохим постоянно или курсами? Постоянно. Как-то в прошлом году я решил сделать перерыв БАДов. Один месяц не пить БАДу вообще. Я пью, да, постоянно. Когда я чувствую, что симптомы простуды, да, что ж такое? Симптомы простуды, то я увеличу дозу или начинаю пить по два стика. А так как мы уже пьем продолжительное время без перерывов, то я пью по одному стику в день. Натощак. Просто потому, что второй раз уже забываю. Гинга не пьешь? Да, гинга не пью. Караганда спрашиваю. Караганда. Поедем? Кстати, Караганда это единственное, ну, Караганда и Казаларда это два, наверное, крупных города в Казахстане, где я еще не был. Вообще не был. Я была в Караганде несколько раз, там у меня жили простенькие. А так, по-моему, я весь Казахстан объездил. Ну, почти весь. Ну, как только соберется движуха в Караганде и появится возможность, думаю. Да. Почему бы нет? Собирайте команду людей, людей, которые, ну, то есть, нам нужно, чтобы мы зал собрали, чтобы мы приехали не для... Ну, в чем тоже, то, что в 2019 году я ездил по Казахстану как организатор семинаров. я полностью организовал семинары, практически 90% сам, и людей набирали сами, и от и до сами все делали. Сейчас мы, в этом году, уже у нас другая позиция, мы на семинары приезжаем как гости, не как организаторы. То есть, мы либо гостевые спикеры, может быть, основные спикеры, но мы не занимаемся организацией, потому что это уже ответственность партнеров, чтобы у партнеров также был рост. То есть, это не потому, что мы не можем этого делать, мы можем это делать, но партнерам нужна самостоятельность, чтобы они могли делать все то же самое, что можем делать мы, чтобы они делали это лучше. А, тут Анна спрашивает, можно ли БАДы принимать вместе с алкоголем, или лучше не стоит? Ну, мои братишки дали такой отзыв, то, что спирулина от похмелья помогает просто шикарно. Если еще химохимом запить, то вообще никакого похмелья, как и не было. А пьют мои братишки, ну, не как братишки, наверное, а как братаны. Кстати, когда же появится спирулина на российском сайте? Так я же отвечал. А, да. В общем, никто не знает, ждем. Надеемся. Должна появиться в течение двух-трех недель. Да, пока можете заказывать из корейского сайта. Привет из Павлодара. Когда будет открытие в Казахстане? Мы тоже об этом говорили. В следующем году. В Семске я был два раза. В прошлом году, в этом году мы проводили там семинары. В Таразе я был десять лет назад. В Таразе семинаров мы еще не проводили, потому что в прошлом году там команды, по-моему, не было. для болезни сердца что можете пить, какие витамины? Очень серьезный вопрос. То есть сердцем нельзя шутили. Вообще с любым органом, да? Всегда обращаться к врачу первым делом, сдавать анализы и потом уже у врача спросить, какие витамины можно принимать. Но слышала, что омега-3 очень хорошо на сердце влияет, на сосуды. Я вот тоже не эксперт, поэтому вообще мы не эксперты, да? Вот мы не врачи. Я просто предполагаю, что болезни сердца бывают разные и в каких-то случаях что-то одно можно пить, а в других случаях это наоборот нельзя пить. Поэтому в любом случае консультация с хорошим врачом. Мы жили в Корее, приехали в Казахстан в прошлом декабре почти год назад, да, уже получается, чтобы поработать пару месяцев и вернуться обратно. Но коронавирусом сказал Стопе, вы встаете здесь и мы остались здесь. Сейчас мы в Казахстане. Так, Жилды спрашивает, Владимир, муж услышал и спрашивает, вы в Аштобе были? А, в Аштобе? Ну, Аштобе не крупный город, Аштобе это корейский городок. Аштобе я не был, но я мимо проезжал очень много раз, потому что из Толдукругана в Алмату очень много мотался. Раньше я слышал то, что 100% практически населения в Аштобе это были корейцы, но сейчас там уже меньше половины осталось. Не знаю, насколько это правда. Так, Светлана Ли, серьезный вопрос. Можно ли принимать химохим во время химиотерапии? Я слышал, что именно во время химиотерапии лучше не принимать, потому что химохим имеет иммуностимулирующее свойство, а химиотерапия иммуно сдерживающее свойство, подавляющее даже, поэтому лучше пройти курс, а потом уже начать курс химохим. Я очень много отзывов слышал, что химохим помогает восстановиться после химиотерапии. То, что люди на ноги гораздо быстрее ставят. Но здесь в любом случае нужно консультироваться с лечащим врачом и спросить, можно ли на данном этапе лечения пить иммуномодулятор. Пишет химохим антикоагулянт для сердечника сражает кровь и омега наша для сосудов. Омега и химохим в жевательный кальций хорошо для сердца. Ну вот вам, Света, кто спрашивал про болезни сердца. Спасибо всем большое. С вами очень приятно всегда общаться. Не хочется уходить, но нам пора спать завтра. Очень занятой день. Спасибо всем. Нас было очень много. В Инстаграме нас почти 80 человек, в Зуме почти 70. Вот и завершился наш марафон первые шаги. Да, друзья. Получается 65 человек где-то завершили обучение. Мы вас всех поздравляем. С декабря мы планируем более сжатый формат запускать для новичков. Скорее всего, это будет общее уже. То есть, вот этот марафон был с подачи для структуры Катрин. Нас попросили, пригласили. А в декабре мы, скорее всего, уже общее структурное сделаем обучение и сделаем его на постоянной основе. И, скорее всего, это будет неделя. Это будет недельный марафон. И будут разные спикеры. Эксперты в своем деле. Да. Мы, наверное, по одному занятию с МИКой проведем и пять занятий проведут другие спикеры. Я думаю, будет очень круто. Поэтому имейте в виду партнеры, которые к вам приходят. Возможно, даже мы проведем одно занятие как вместе, если получится. Ну, я не знаю, спикеров очень много. Я думаю, что мы по отдельности по одному занятию проведем и все. Может быть, мы просто вот так же выйдем в воскресенье на эфир, где мы сможем пообщаться и на вопросы ответить. Всем спасибо за вашу активность, за ваши вопросы. Кто еще не подписан на наш YouTube-канал, подписывайтесь, потому что мы сейчас начали работать над новым контентом и мы собираемся больше практического материала выкладывать. то есть многие спрашивают обучение, обучающий материал. И это все обычно у всех команд закрыто, но мы всегда придерживаемся позиции, что нужно делиться тем, что, знаешь, людьми совершенно разных команд, структур. То есть в Атоме мы все одна семья, поэтому наши материалы открыты для широкого доступа. Поэтому подписывайтесь на канал, если вам что-то где-то непонятно, задавайте вопросы, на все комментарии мы стараемся, ну, на все вопросы точно отвечаем. и вы можете там даже попросить какое-то видео записать конкретное. Если запросов будет достаточно на какое-то видео, если мы поймем, что это интересно людям, мы обязательно это запишем. Я думаю, то, что мы в ближайшее время много внимания YouTube-канала будем уделять, чтобы как можно больше полезного, хорошего контента было доступно для всех. Что ж, всем спокойной ночи. Всем пока. Спасибо за вашу активность.